Я употреблял наркотики около 20 лет. В юности это были опиоиды, разные психоактивные вещества. Я обратился за помощью, мне не отказали, мое психоэмоциональное состояние выровнялось. Шаг навстречу новой жизни. Но у нарко ищет таланты. Ищем людей, которые хотят побороть проблемы зависимости. И кто готов сняться в документальном фильме о наркомании. Всем привет! Хотел бы поделиться продолжением своей истории. Напомню, меня зовут Сергей, мне 35 лет. Я из города Кемерово. Обратился в Нонарко за помощью. Это был июль месяц. Позвонил на горячую линию, мне ответил Володя Кузнецов. В процессе разговора я рассказал, какая у меня проблема. Я употреблял наркотики около 20 лет. Это были разные психоактивные вещества, разные группы. В юности это были опиоиды. Закончилась все это синтетическая группа наркотиков. Я обратился за помощью. Мне не отказали. Я попал на бюджетное место, так как не было возможности ни у близких, ну и соответственно ни у меня, оплачивать реабилитацию. Сегодня у нас получается декабрь месяц. Я прошел курс, прошел программу. Весь период у меня получается, все это в круг заняло 5 месяцев. И из резидента я пошел дальше приносить пользу центру и стал в статусе волонтера. Чему я очень рад и хотел бы все-таки поблагодарить непосредственно всех сотрудников на нарко, особенно соучредителей, это Владимира и Антона, за оказыванную мне помощь и за понимание ситуации. За период прохождения моей реабилитации были разные моменты, разные психоэмоциональные состояния, где мне помогали работать непосредственно уже со своими чувствами, эмоциями, помимо самой программы, плюс ко всему еще грамотные ребята, опытные специалисты. Хотел бы поделиться еще, уважаемой аудиторией, своими успехами. За этот период есть те моменты, за которые я горжусь. Я уважаю себя за эти решения. Я отказался от сигарет, я стал заниматься спортом. Мое психоэмоциональное состояние выровнялось. Я по-другому стал реагировать на какие-то сложные, эмоционально нагруженные ситуации. Благодаря всему этому, в общем, мне в этом помогла непосредственно программа и люди вокруг меня, которые оказали помощь. Дальнейшие планы развиваться в этом направлении, ну как минимум еще какой-то период времени, для того, чтобы закрепить тот фундамент, ту основу, которую я приобрел здесь. В моем случае не хотелось бы повторять одни и те же сценарии, когда у меня в приоритете стояло материальное. На данный момент я понимаю, что мне необходима еще эмоциональная, духовная, скажем, зрелость, крепость, где один я справиться точно не смогу. Ведем набор «Московский реабилитационный центр на социальной основе». Предложение ограничено. Связаться с нами вы можете через WhatsApp, номер которого указан на экране. Мне помогут люди. В моем случае это будет работать только так. Также есть в планах на перспективу, так как мы развиваемся. Пойти дальше уже возможно работать воспитателем, либо консультантом в «Московский центр». Мне бы хотелось приносить пользу ребятам, делиться своим опытом, помогать, выздоравливать, делать добрые дела и приносить пользу. На момент моего приезда у меня была очень сложная ситуация с бывшей супругой, так как я долгий период времени не общался, ничем не помогал. У нас в браке ребенок несовершеннолетний. Это наш общий сын, которому исполнилось 9 лет. И вот более года не поддерживал никакой связи, так как испытывал негативные чувства. Это стыд, вина, сожаление, разочарование. Благодаря помощи, опять же таки, сотрудникам пришли к тому, ну и работы психологом в том числе, пришли к тому, что всему необходимо свое время. И когда я уже был готов, я поделился с бывшей супругой своим настроем, своим решением, в котором она меня, ну по крайней мере, она отнеслась с пониманием к этому. И вот хорошие новости, у меня как камень с души упал. Я разговаривал со своим ребенком, это перед Новым годом, и вот буквально вчера. Чему я несказанно рад, это для меня был, наверное, тот самый далекий ящичек, который я отложил до момента готовности, до момента каких-то действий со своей стороны. Если говорить про мой предыдущий опыт, то периодически, в том числе эти чувства, которые я не хотел проживать, поэтому я тоже считаю, что это шаг вперед, шаг навстречу новой жизни. Хотел бы напомнить еще условия бюджетного места, а это в процессе необходимо находиться 12 месяцев. В данный момент я на полпути, я этому очень рад, так как я готов нести ответственность за свои слова, и вижу в этом только плюсы. Быть в процессе, продолжать дальше строить свой фундамент, и я уверен, что через год у меня уже будет специализация, я изменю свое качество жизни. Есть этому огромные примеры, предыдущие ребята, наставники, те, которые меня направляют. Я вижу, как это работает, хотелось бы все-таки соответствовать, опять же таки, своим словам, не только на словах, а еще и на деле. На этом моя история не заканчивается, ждем продолжения. Я иду вперед, не останавливаюсь на пути. В следующей серии вы увидите меня в другом статусе. Я в этом уверен, я не буду изменять своим словам, и хочу выработать такое качество, как надежность. Всем пока.